Собираемость в разрезе управляющих компаний за 2014 год. Собираемость по году составила 99,8%. У части управляющих компаний это более 100%, и есть управляющие компании, которые собрали ниже 100%, есть 94%, 97%, 78%. По результатам проведения балансовых комиссий было принято решение, что такие комиссии будут проводиться ежеквартально. Следующие комиссии пройдут в апреле месяце по результатам первого квартала, на которых будут рассмотрены ответы на те вопросы, которые были заданы в этот раз, а также решения поставленных руководством города задач. Управляющим компаниям были сделаны замечания, необходимо устранить их месячный срок. Также все, без исключения управляющие компании, должны представить письменные отчеты для своих жителей по каждому дому отдельно. Форма отчета будет утверждена в ближайшее время, и управляющие компании будут обеспечить доставку такого отчета в каждую квартиру. Согласно федеральному закону, все управляющие компании в срок до 1 мая 2015 года должны получить лицензию. Оценка комиссии в данном случае будет играть решающую роль. Встаньте, пожалуйста, чтобы мы вас видели. Вот, вы у нас по итогам 2014 года отработали плохо. Выводы мы по вам сделаем, и по вам, и по вам. Времени у вас на исправление очень мало. Вы подошли к той черте, когда, наверное, исправляться у вас времени не будет. Садитесь, пожалуйста. Все это гласно, все это понятно, все это открыто. Еще раз говорю, все материалы подготовьте. Значит, определите стандарт, по которым ясным и манятным критериям должна быть дана оценка финансо-хозяйственной деятельности работы управляющих компаний. С тем, чтобы материал был читаемый. Любой гражданин, открыв материалы по работе своей управляющей компании, мог бы понять, как работала управляющая компания, которой он доверяет свои финансовые ресурсы за управление жилищно-коммунальным хозяйством своей квартиры. Куда эти средства направляются? С указанием зарплаты. Там, у кого 20 тысяч зарплаты, укажите фамилию, имя, отчество, домашний адрес, номер домашнего телефона, чтобы граждане могли бы все претензии предъявлять начальнику ЖЭКа, который получает зарплату 50-60 тысяч рублей, в то же время в подъезде или в квартире нет тепла, протекает крыша, не чистится двор. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...